Расскажите подробнее о ваших поклонницах. Есть ли сумасшедшие, что дарят? Поклонницы. Поклонницы... Это тоже все относительно. Поклонницы поклоняются. У нас есть слушатели. Слушатели, которые приходят на наши концерты. Их, слава богу, много. И что дарят? Ну, на самом деле, я считаю, что у нас есть хэштег такой, называется «Наши люди всюды». Вот это как раз только хэштег касается нашей аудитории, наших слушателей. Они очень особенные, они очень крутые. Они не такие, как у всех. Наверное, каждый артист так говорит, но мне кажется, что реально у нас вообще совершенно сумасшедшие и крутые слушатели. Я их очень люблю. Из подарков вот в Николаеве несколько дней назад получил очень крутую картину с моим изображением. Очень клевую я ее укладывал в своих социальных сетях. Дарят какие-то фенечки, мягкие игрушки. Они бросают на сцену бюстгалтеры. Никита их коллекционирует. А что за хэштег «Сири Люды всюды»? «Сири Люды всюды» – это хэштег тех людей, которые приезжали на съемки клипа «Крик». И после того, как они пообщались и побыли вместе, у них такой целый хэштег появился. Это целое движение, которое называется «Сири Люды всюды». Любите ли домашних животных, если у вас дома четвероногий друг? Кать, я очень люблю домашние животные. Я вообще собачник страшный. Мои любимые животные – это собаки и лошади. И прям я… ну не все собаки, если я маленьких собак не люблю. Вот прям не знаю. Вот я имею в виду там Чихуахуа, Йорков и так далее. Они классные, все окей, но мне нравятся большие. Мне нравятся лабрадоры, мне нравятся овчарки, мне нравятся доги, мне нравятся дберманпинчеры. Мне нравятся стафы, мне нравятся битбули, мне нравятся бультерьеры, мне нравятся ирландский сеттер, мне нравится английский сеттер. Короче, мне очень нравятся большие собаки. Блин, я фанат английских бульдогов, когда он, вот этот, знаешь, слюнь, или французских бульдогов. Но я не могу иметь собаку у… ну короче, по определенным причинам, не могу и все. У меня был лабрадор, с которым мне пришлось расстаться из-за определенных обстоятельств, я очень сильно горевал, потому что мы провели отличные 7 лет вместе с ним. 7 лет соврал, 4 года. В общем, но вчера я подарил дочке рыбку, маленького петушка вот такого. Мне кажется, что у ребенка должен быть друг. И когда я спросил, как ее будут звать, она сказала, дядя Ваня. Почему, я не могу объяснить. Но у моей дочки есть рыбка, ее зовут дядя Ваня. Евгений, сколько диезов в ля мажоре? И так, знаешь, у меня нокаут такой, пунч, я упал. Я вот сейчас, к сожалению, не помню. Я все это учил в музыкальной школе, но вот вообще не помню. Я музыкант-слухач, и всегда мои преподаватели жаловались на то, что как только я начинаю играть произведения в руках, я перестаю смотреть в ноты. Их это бесило, потому что я мог сбиваться, импровизировать и дальше играть. Вот, не скажу вам, сколько диезов в ля мажоре. Хотя, почему, скажу. Google. Сейчас. Сколько. Так. Сколько. Диезов. Ля мажоре. Друзья, 3G интернет. И 3 диеза. Неудачи вас выбивают из калии или, напротив, мобилизируют. Неудачи меня, наоборот, подстегивают и делают лучше. Все, что нас не убивает, делает нас сильней. В любом случае. Чем больше ты падал, пропускал, тем менее ты уязвим, потому что ты знаешь, откуда может быть следующий удар. Мне кажется, что неудачи должны делать человека сильнее. Какие условия считаете идеальными для творчества? Тишину, спокойствие, ночь. Мне так комфортнее писать. Как относитесь к сплетням о себе? По-разному. Бывает очень болезненно и хочется дать в рожу человеку, который распускает такие сплетни. А иногда мне плевать. В большинстве случаев мне плевать. Просто на некоторые прям реагирую как-то особо болезненно. О чем мечтаете? О сыне? О студии в подвале своего дома? О том, чтобы больше времени прожить вместе со своими родителями и родными? Мечтаю собирать стадионы по всей стране и в разных странах. Мечтаю, чтобы никогда не было войны ни в каких государствах, и люди наконец-то нашли для себя какие-то новые формы счастья, а не только богатство и власть. Мечтаю о том, чтобы язык на клавиатуре переключался одной кнопкой, а не несколькими. Слушайте, у меня у брата день рождения сегодня. Это мой очень близкий человек. Андрюх, поздравляю тебя с днем рождения. Слушайте, если кто-то знает моего брата, напишите ему везде в социальных сетях, что он крутой и я его очень люблю. Это все, друзья, это ваши все вопросы. Берегите себя, живите вечно и знайте, что все зависит только от вас. До встречи. С вами был Женя Галич. 11-12 декабря в клубе «Сентром» будет мясо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok